всем всем привет сегодня в рубрике вязание из прошлого я вам покажу вот такую шапочку которую я связала наверное лет 10 назад или 8 я точно не помню посмотрите шапочка имеет вот такую квадратную форму и еще имеет ушки на самом деле эта шапочка скорее вязалась на продажу а не для себя потому что я думаю что такая форма шапочки очень хорошо подойдет именно детям подросткам ну для взрослых наверное менее но это мое мнение если у вас есть другое мнение по поводу формы этой шапки напишите пожалуйста в комментариях нравится ли вам такая квадратная форма особенность ее в том что когда вы надеваете такую шапочку квадратной формы то вот эти уголки они на голове превращаются как бы в ушки то есть своего рода такая немножечко такой вид получается у шапочки даже веселый непринужденный ну давайте теперь обратим внимание на то из каких нитках не так из какой пряжи связана эта шапочка шапочку я делала из остатков пряжи давайте внимательно рассмотрим значит здесь использована буклированная пряжа голубого цвета вот вы видите она здесь ввязана вот такими петельками вот она идет здесь использована пряжа голубая здесь с добавлением мохера пряжи вот этот центральный цветочек здесь снаружи у цветочка опять связано буклированной пряжей вот видите таким образом шапочка имеет козырек так далее основная пряжа это черная пряжа причем она у меня тоже состоит из остатков сюда входит пряжа с шерстью но не чистая шерсть также остатки пряжи с вискозой хлопок с вискозой то есть я их соединила вместе остатки черной пряжи и вязала основное полотно одновременно как вы видите здесь ввязывала буклированную пряжи вот такими вытянутыми петлями шапочка связано столбиками без накида вот посмотрите как она выглядит сзади причем шов идет сзади как такового шва здесь нет но вот это вот соединение рядов она идет сзади шапочку я вязала по кругу обратите внимание что здесь основная вязка столбиками без накида вот и вот этот ряд букре буклированной пряжей связ вот этот ряд связанной буклированной пряжей тоже связан столбиками без накида но через определенное количество столбиков я делала такую вытянутую петлю то есть крючок вводила не предыдущий ряд а за три ряда вот таким образом и у меня получился вот такой красивый узор так шапочку я закончила вязать наверху и посмотрите связала сразу черной нитью обе части шапочки таким образом закрыла вязание далее вот эти ушки я вязала уже отдельно здесь немножечко сделала надвязку сзади чтобы шапочка немножко закрывала все-таки затылок и дальше я стала вязать ушки вот посмотрите вот эта часть шапочки она надвязана сзади буквально сантиметра на 3 вот эта часть спереди такой части нет и далее я стала делать ушки саму модель шапочки я нигде не брала то есть вязала так как мне захочется и связала ее буквально за два-три часа то есть взяла большой крючок как вы видите наверное пятый или шестой и очень быстро связала значит здесь на ушках идет простая обвязка опять остатками буклированной пряжи с добавлением нити черной пряжи причем эта нить по моему даже вискозная вот таким образом и вот этот край получился даже несколько утолщенным и второе симметричное ушко получилось точно так же вот далее спереди я связала вот такой козырек на самом деле а так как шапочка имеет квадратную форму козырек здесь пришелся как нельзя кстати его вы можете вот здесь вот закрепить ниточками обычными чтобы он не падал можно закрепить вот таким цветочком его я закрепила на булавочку сейчас я ее расстегнул и цветочек уберу вот такой цветочек у меня здесь я ничего не заправляла такой он немножко примелся пока шапочка лежала но можно расправить его конечно он будет очень пышный вот я немножко расправила и это уже видно посмотрите вот если вы свяжете такую же шапочку с козырьком вот такой козырёчек здесь вот козырек конечно на мой взгляд лучше вот здесь вот закрепить закрепить чтобы он не падал может быть даже вообще пришить его ну он будет иметь такую декоративную функцию то есть мы им пользоваться не будем он будет нести также функцию утепляющую утепляющую лобную часть до утепляющую лоб далее вот этот цветочек можно оформить конечно здесь приделать специальную штучку и будет как брошечка можно прикалывать вот таким образом можно в серединку как было сначала можно с любой любой стороны его применить он достаточно хорошо украшает нашу шапочку и еще посмотрите такой вариант ушки у шапочки могут быть сзади за застегнуты таким образом именно вот этим цветочком посмотрите вот таким образом вот то есть ушки уже не будут по бокам болтаться а будут аккуратно заправлены назад вот так они не очень хорошо смотрятся но если мы пристегнем ушки сзади цветочком уже смотрится очень красиво то есть вот такой вариант ношения этой шапочки я тоже рассматривал вот посмотрите вот такая шапочка вот так она бы смотрелась сбоку кстати очень хорошо такая шапочка будет очень хорошо такая шапочка подойдет лыжных прогулок и особенности этой шапочки в том что так как она вязалась из остатков пряжи использовалась вискозная нить то здесь конечно требуется подкладка как шапочка смотрится изнутри сейчас мы с вами посмотрим я ее выворачиваю подкладка здесь требуется потому что использовалась для вязания этой шапочки вискозная нить вот посмотрите это изнанка кстати если вам нравится то можно вот эту часть сделать на лицо но так как здесь у меня идут все-таки изнаночная сторона здесь идет все-таки изнаночная сторона вот этих вот столбиков без накида тогда я в связи с этим я сделала эту часть изнаночной и так вернемся значит к тут у меня даже есть протяжки протяжки образовались конечно на лицевой стороне их не должно быть то есть вы это имейте ввиду вернемся к подкладке значит обязательно требуется подкладка потому что я вязала эту шапочку большим крючком номер пять или даже номер шесть я сейчас точно не помню и посмотрите здесь все таки есть между петлями достаточно такие большие дырочки вот посмотрите то есть видно да вот просвечивает конечно без подкладки и будет продувать в такой шапочке можно ходить не только на лыжные прогулки но и просто гулять просто носить ее если вам нравится такая форма шапочки но из любой другой пряжи можно и конечно связать и очень хорошо это шапочка подойдет детям школьного возраста девочкам школьного возраста конечно эта шапочка больше для девочек они для мальчиков конечно ну вот посмотрите вот такая шапочка была связана когда-то из остатков пряжи надеюсь что это видео для вас оказалось интересным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всего вам доброго до новых встреч